Школьные линейки – неотъемлемая часть празднования Дня Знаний по всей стране. Но для детей поселка Горноуральский это 1 сентября прошло по-особому. Ученикам местной 24-й школы устроили сразу два торжественных мероприятия. На первой линейке чествовали ребят средней и старшей школы. Я поздравляю всех вас с этим замечательным днём. Надеюсь, что в нашей школе в этом учебном году будут только четвёрки и пятёрки. К напутственным словам присоединились и первые лица округа. Глава Горноуральской территориальной администрации пожелала учащимся интересных открытий, новых друзей и, конечно, отличной учёбы. Завершением линейки стали выступления самих школьников. Ученики средней школы исполнили песню, старшеклассники – школьный вальс. Всего в 24-й школе учится 650 детей. Единственного здания школы, построенного более 40 лет назад, стало не хватать. В этом учебном году ситуация изменилась. В привычные кабинеты отправились ученики с 4-го по 11-й классы. Остальных, самых юных учеников Горноуральского ждала собственная линейка – у нового здания. Подначальную школу было передано здание бывшего дома-интерната. Проект разрабатывался несколько лет, учитывались все современные требования к образовательному процессу. Глава Горноуральского городского округа добавил – совместными усилиями региональных и местных властей поручение президента России выполнено. Ту работу, которую планировали сделать ещё в том году, но по многим причинам не завершили. В этом году её закончили. Строительство, то, которое шло, оно выполнено с достоинством. И я завидую детям, которые сегодня придут и увидят те классы, какие были подготовлены специально для того, чтобы они пришли и забирали знания. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, глубокий перемен. Школа, школа, учителю доски. Мы сегодня вот такое праздничное событие совмещаем с не менее важным открытием школы. По сути, новая школа. Несмотря на то, что это было не строительство с нуля, мы знаем, что это реконструкция, но по сути это новая жизнь этого здания. Я думаю, что это будет счастливая жизнь для детей прежде всего. Большое участие в подготовке к открытию школы приняли и родители первоклассников. Рассказывают, как только узнали о новом здании, сразу же решили оказать посильную помощь. Узнала от того, что мы ходили на подготовительные курсы. Нам сказали, скорее всего, будут, откроют к первому сентября новое здание, делают как раз. И приходили сюда, помогали, классы вымывали тогда, там что? Все, чтобы чисто, быстрее сделать, украшали. Все, приходили, делали, помогали. Ну, помогали прибрать класс, сборки мебели ходили, помогали, папы помогали, старшие дети помогали. Очень рады, что дети будут учиться с первой смены, что второй смены не будет. Очень рады от этого. Замечательно, что нам удалось выполнить поручение президента. Именно здесь, именно в Горноуральском городском округе. Я очень рад, что сейчас существует, пускай начальная, но оборудована по последнему слову техники. И наши дети действительно, они должны это понимать, ценить и гордиться тем, что у них есть. В первый раз в первый класс здесь пошли не только ученики. В дружный коллектив поселковой школы приняли новых педагогов. Дарья Блудова пришла работать сюда сразу после окончания института. За полторы недели до начала учебного года только положительные впечатления. Очень хороший коллектив, все нравится уже, все помогают. Очень приятно в этой школе работать уже. Только начиная свою деятельность, мне уже нравится тут. Сейчас уже как-то все равно хочется познакомиться с детьми, поскорее с родителями, чтобы вот интересно все это. Не страшно. Несмотря на то, что уроки здесь будут проходить для начальных классов, каждый кабинет имеет свой образовательный профиль. Естествознание, английский, математика или даже медиапроизводство. На оборудовании было потрачено более 20 миллионов рублей. Такой подход, рассказывает директор школы, позволяет грамотно организовать внеурочную деятельность. Эта направленность будет использоваться во внеурочной деятельности. То есть на урок начальной школы все дети имеют оборудование, но почти одинаковое, а внеурочная деятельность будет расходиться по кабинетам. И дети из той школы, у нас там тоже остались 7 классов начальных, тоже будут сюда приходить на внеурочную деятельность. Поэтому школа современная, богатая, красивая. Это такая радость для нас. Субтитры создавал DimaTorzok